Всем здорова, друзья! Многие мои зрители знают, что в последнее время мы играем в турнирную лигу Rips Arena по Mortal Kombat 11. Лучшие игроки на ПК по Mortal Kombat в Европе, СНГ и Ближнем Востоке в одной, так сказать, сетке в одной лиге, в одном дивизионе. И вот, стартовала шестая неделя, где уже скоро определится победитель. На данный момент мы занимаем первую строчку в лиге, но это еще не все. В данном выпуске я буду играть против Харвона, игрока, которого называют демоном на Джейд. Что ж, давайте посмотрим, что из этого вышло. Как всегда, ребята, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и всем приятного просмотра. Смотрим бой. Ну, бой подписчика, ребята, я сейчас посмотрю. Ой, а за кого ты играешь, брат? Вот мне часто присылают подписчики видео, да, говорят оценить бой, а я не знаю, за кого они играют. Вот это проблема. Антон, напиши в чате, за кого ты играл. Я без понятия. Вот я вижу, ну, Псайба-то. Шурик. Ну, Шурик, наверное, это Джонни за Шансунга. И ты играешь за Нуба, да, наверное. Я просто без понятия, реально. Мне это важно знать. Ну, я 2-0 ввел и почти убил, а он у нас тебя докнул. Да, да, ну. Я за Нуба играл, все, понял. Понял. Вот сейчас посмотрим. Да, формат экрана 4 на 3 растянутый, 4к, да. Блин. Ну, да, да, 2-0 когда выигрывает. Вообще, когда ты выигрываешь 2-0, подсознательно ты, когда близок к победе, есть свойство расслабляться немного. Есть. Ну, ты это не чувствуешь. Немного торопишься из-за этого. Тут же игровая интуиция падает. Так, Нуб Сайбот, Шансунг. Давай посмотрим, какие сборки здесь у Шансунг. Ага, Эрмак. Окей. Это вариация без парочек. Здесь у Нуб Сайбота, соответственно, не особо такие большие проблемы, как с извержением пламени. Здесь нужно ловить противника на контратаке, то есть ловить Шансунга на контратаке через вперед-2, использовать активно на прыге и также размениваться в зонинге со слайдом. Если сделать все правильно, зажать Шансунга в угол, то можно этот матчап спокойно играть. Итак, посмотрим. Начало игры и сразу же первая ошибка, да, ну, очевидно, это лоу, да, здесь от ненаигранности ты кушаешь лоу, это нормально. Окей. Первая комба, конечно, ненужный, необязательный урон, вот эти вот, сколько он сейчас, 250 сделает, это вот совершенно необязательно, вот, когда он делает тройку, вверх-2 идет нижним ударом, ты должен быть готовым, здесь он на неждан тебя поймал. О, еще и армор-брейкер. Здесь тоже твой просчет, что ты не посмотрел, какую вариацию он взял. Надо было посмотреть, если бы он взял армор-брейкер, надо было, соответственно, изначально не брейкать, а посмотреть, что он делает. Ну, ладно, провафлил, провафлил. О, и Джонни тут что делает? Вот здесь хорошо Джонни сделал, 1-1 и B3, это опасно, если бы ты палец стычкой, ты бы это скушал. Но, опять же, ты бы заблокировал назад-3, ты должен наказывать Шан Цунга. Нету чистого блока на назад-3, вверх-4 и не перебил. Да, это не просто сделать, но надо Шан Цунга наказывать за назад-3, вверх-4. Я делаю это стабильно, 10 из 10, потому что тогда Шан Цунг будет наглеть. Эта серия вообще не должна использоваться у Шан Цунга, если вы все правильно делаете. Это плюс, ты полез после черепа, это плюс, плюс 9 где-то, ты здесь не успеваешь. Конечно, он тебя подловил на этом. Плюс, не лезь. Во, 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 тут был шанс влезть после тычки, и ты полез. Хорош, молодец. Угу, отличная атака. Чип. Нормально. Ну что, что ты, братишка, заблокировал вперед-2, а про лоу забыл? Что, ну что, базовая серия, ну? Вообще, вообще, ненужный 96 ты съел, это... Ну, на ровном месте, можно сказать. Плюс. Хорош, бери ход! Ммм... Попала тычка, попала. Вот, что, что дальше произошло? Ты, ты провафлил момент с дэшем. Ты не успел нажать. Вот, ты нажал D4, дэша нету. Вот, ты простоял какой-то момент. И из-за этого у тебя вперед-2 промахнулся. Успел шансунг выпрыгнуть. Если бы ты затаймил идеально, шансунг бы не успел выпрыгнуть, Антон. Да-да-да, снова необязательный урон, конечно. Наказание, наказание! Антон, не следишь за метром шансунга. Шарманка. Метра нету, череп наказывается. Минус, ну, большой минус, там, минус 12 где-то. У тебя 9-кадровый хай. Через вперед-2-2 ты должен был влетать здесь. И, кстати, не просто влетать. У Джонни нету брейка-вэя. Если бы ты сделал сейчас вперед-2-2-1, ты бы снес ему половину хп и оставил бы где-то вот столько. И это была бы равная ситуация. Ну, так, к слову, да, потому что у тебя Нуб Сайвит, персонаж одного касания. Вот здесь Джонни фигню сделал. Полную. Зачем, имея такой лайфли, так рисковать? И ты тоже. Ты тоже, Антон. Попал. А где защитный серп? У тебя он экипирован, ты его не используешь. И вместо 400 урона ты делаешь 227. Это опять, это тоже ошибка считается. Ошибка в атаке. Ты много отдал, соответственно, возможностей. Ты бы мог убить. Два метра фотооблок. Да ты бы вообще ему вот столько бы снес. Понимаешь? Ладно. Да, напрыга. Отличная напрыга. Хорошо, очень хорошо. Здесь опыта нет. Да, здесь не хватило опыта. Не знаешь, что ты, что эта серия overhead. Вот уже ты два раза скушал серию. Сначала в начале три вверх два, а потом назад один вниз два. То есть две серии, которые по тебе не попадали, и там миксапа нет. Но ты просто не знаешь эти серии. Давай дальше. Твой раунд был, Тима. Ой, Антон, извиняюсь. Антон, твой раунд был. Ты просто на ровном месте буквально отдал из-за двух серий. Плюс не наказал его нормально, когда была возможность. Ну ладно, наверное, ты дэш пытался сделать, да? Окей. Почему-то ты не пытаешься никогда делать чистый блок. Ну, я понимаю, конечно, опасно, но иногда стоит. Решил пойти через вперед 2-2. Куда? Куда? Куда ты лезешь, братишка? У тебя минус. У тебя здесь, я не знаю, ну сколько там, минус. Минус 8 у тебя, минус 9. Куда ты лезешь, брон? Тебе повезло, что у тебя крутой шансунг-плеер, да, допустим, опытный. Я бы тебя за это на 400 унес. Вообще говорю, да? Ну ладно. Ну да, назад. 1-1. Вот в прошлый раз ты не полез после 1-1, кстати. В этот раз ты решил полезть. Но очень поздно. Не успел. То есть здесь не успел. Нажимаешь на вейки. Окей. Лез, лез и... Вот смотри, Антон. Ты делаешь вперед 2-2-1 после тычки, но ты делаешь это два раза подряд уже. Вот смотри, вот на 1-12 ты это делаешь, смотри. И ты сделал это еще на... Вот здесь, смотри. И ты сделал еще 10 секунд назад то же самое, смотри. Почему ты не пытаешься чередовать, сделать бросок? Ты два раза подряд сделал вперед 2-2-1. То есть ты не навязываешь оппоненту угадайку. Понятное дело, он просто сел и все. Два раза подряд за 10 секунд ты сделал одну и ту же последовательность. Мог бы сделать бросок. Я бы здесь сделал бросок. То есть... Сделал вниз 4, дэш-бросок. Я бы сделал. Ну ладно. И опять! Ты делаешь это третий раз подряд. У тебя баланса в атаке нету, Антон. Ты делаешь одно и то же. Противник просто сидит в блоке, он знает, что ты будешь это делать. Видите, да? Он делает 3 раза подряд одно и то же. Ну-ка. Не та тычка. Здесь надо было делать низ 3, очевидно. В низ 1 не дотягивалось. Во, отличный прыжок. Комби. Угу. Дроп. Окей. Да-да-да. И на. Пропрыгай. Оп. Джонни здесь прочитал, но... Обошлось. Да. Ну, короче, понятно. Антон, здесь... Не дело в нейтрале, да? Ну, нейтрал, да. У тебя... Средний. Я не скажу, что прям... Круто двигаешься, да? Но здесь проблема была. Это баланс в атаке. У тебя плохой баланс в атаке был. Противник в защите у тебя неплохой баланс. Типа... Я не могу сказать, что Джонни что-то там жестко сделал. Он за весь матч ни одного захвата не сделал. Ни одного. У тебя шансы были. Ты сам себя похоронил, Антон. Отсутствие захватов. Отсутствие навязывания своей игры, то ты делаешь тычку и всегда вперед 2-2. Какая игра может быть после такого? Плюс ты не наказывал многие вещи. Например, за череп не наказал. А если и наказывал, то 227 наносил вместо 400, да? Ну и, конечно, некоторые серии шансунга ты просто не знаешь. Там влетело назад 1-2 и 3-2 на ровном месте. Кучу хп ты из-за этого потерял. Ну что, Дизройстов, рассказывай. Каковы твои впечатления? Все, сейчас, прям все нормально. Прям сейчас, например, вкусно прям. Потому что я был очень близко. Если я проиграл прям в одну коричку сразу, то было нормально. Это каждый раз. Но из-за того, что меня не хватило каждый раз пару кнопок, то я тоже буду выбрать из-за этого. Но я рад за Мастера, он молодец, он делает отличные ряды. Как в целом своей игрой за сегодня? Ты доволен? Я доволен. Я напомню, как бы... Своим перформансом. Я, я доволен, Саша. Мне, конечно, были очень детки, но я не надеялся на этот 2-2. Я очень рад. Я был очень рад. То есть ты не был готов к стоп-2? Я, я знаю, что ты можешь дайдут, но я думал, что там будут... Ну, никак есть. Я думал, будет домаштюр для этого. Я знал, что нужно теперь выиграть, но я был близок. Из-за этого я все-таки сильно расстраиваюсь. Я не ожидал, что вы... Я бы не ожидал, что вы выбрали. Потому что я получил огромный камбэк. Да. В общем, красавчик. Я считаю, что ты очень красиво сегодня играл. Я хотел обратить Бруталку в предыдущей игре. Да-да-да, я тебе все скину, все, что пищал. Я с тебя вообще красавчик. Ой, давайте жизнь. Да, я тебе рад. Ну, не бог же, уже. Вот такое, в общем, интервью. Видно, было немножечко расстроен Deserted, но, разумеется, все впереди у него. И думаю, Deserted заслуживает участвовать на турнирах большего масштаба. При всем уважении к X-Row, я люблю X-Row. Друзья, вот такой, в общем-то, лайнап на сегодняшний день у нас будет. И мы видим, здесь будет участвовать Крибл против Паук Спешила. Роитор против Дэнила. О, вот это очень сладкий матч. Свифразир против Воснета. Я против Харвона, игрока за Джейд. Аладар против Зитрона. Мэджик Ти против Таджика. Скулман против Геймбага. И Хавьер против Фринзлера. Друзья, победа сегодня даст нам 20 очков. Гарантирует первое место. А также, в сумме, даст нам 400 очков. Что будет являться абсолютным рекордом Лиги Рипс Арена на данный момент. А вот такая ситуация у нас в последней неделе Лиги Рипс Арена. И вы видите, мы на первом месте занимаем, да, первую срочку с 300, с 380 очками. Это абсолютное лидерство. Хотя, есть еще один игрок, который занимает, можно сказать, тоже первое место. Ну, столько же очков, но второе место, потому что у него коэффициент побед-поражений гораздо меньше, чем у нас. У нас на 10% больше, 84% винрейт. Это, конечно, ну, очень жестко. Это больше, чем даже у Домастира, вы можете посмотреть. То есть, мы очень стабильны, очень хорошо играем в этой Лиге, но нам надо поднажать до конца. Помимо этого, здесь есть Китана Кан, Дизарден, Макаран, Лил Бо Пип, Ройтер, СНК, Дэниел, Домастир, да. Такие ребята, даже Мерсер вот тут вошел в топ-16. В общем, финалы будут очень-очень крутыми, но мы должны сделать все, чтобы выйти с первого места и получить более-более правильный пассив, да, для нас. Такая ситуация в Лиге Рипс Арена на ваших экранах. Ребята, вот мой соперник, Демон на Джейд, Харвон, все называют этого игрока Демоном за его стиль игры. Говорят, Харвон делает столько апперкотов, что у него другие кнопки сломаны. В общем, это комплимент, если что, Харвон, кого возьмет, Джейд, конечно, Джейд. Давай, изумрудный жрец будет от меня. Вперед, вперед, ребята, если вам нравится данный контент, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Стараемся показывать максимально хорошую игру, чтобы радовать зрителей. Вперед. Пока у нас 15 побед где-то подряд в этой лиге. Невероятные результаты, но нельзя расслабляться. Чтобы Эру закрепить, нам надо стараться дальше. Погнали. Медленно я всегда начинаю. Предпочитаю начинать игру. Мне нужен медленный темп. Вместе мы выстоим. Вместе мы сильны. Мы не будем рабами предрассудков и банов. И анскильных петухов. Фарту мастерман. Ауэ. Осуждание. Спасибо, империя, кратца. Тости, это ты, да? Спасибо, брат. Ага, пока апперкотов нет. Я все проверяю. Будут ли апперкоты? Понятно. Опасно. А вот и апперкоты. Все, я понял, понял. Больше. Я чуть не доигрался. Больше так не буду делать. А-ха! 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 Ого, понимаем Хорошо Надо привыкнуть к этому Чуть-чуть времени дайте Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Окей, 1-1 Блин, не, все равно Почему оно происходит? Так, завершить сеанс Пропробую еще раз обновить Да, слушай, опять герцовка сбросилась, ладно, сейчас, вроде, но, вот, все, не трогаю, вперед, спокойно, и, т�у, да,楽номерное время. Блин, дропнул комбо Этот раунд еще не закончен Килсон, спасибо за продление, братишка Спасибо Читает, окей Окей, ладно Захват в этот раз, да И еще раз захват, угу А если он не рвет захваты Предсказуемо Да, вот сейчас другой базар Сейчас плавно Сейчас другой базар Иногда герцовка сбрасывается Эти проседы Сейчас удобнее Чистые блоки теперь попадают То, что надо Погнали 2-1 Всем привет, ребята Всем привет 2-1 Тяжелый бой Я вам скажу Хе, Аперград схватил Да, его надо таймить Не Просух вперед порвал Харвон, ты че? Братан Как это сделал? Ай Захват Отлично Хе 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 Дэн 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 Блин, все-таки прочитал Ай-яй-яй Уху-ху Ой, как же влетело Это что, камбэк-машин на Арвен Кратос? На самом деле, ребята, с Джейд это нормально так играть. Джейд такой персонаж, она... Против нее не так сложно камбэчить. То есть... Хотя, кажется, да, у нее хороший чип урон. Она вот использовала сокрушительный удар на апперкоте. Я ее оттолкнул, и все. Дальше она ничего не может сделать. Да, много урона нанесла. Но я знаю, я знаю. Я допозволил ей нанести много урона, и это нормально. В этом этот матчап так и играется. Здесь не важно, сколько хп у кого. Здесь важен нейтрал именно, нейтральная ситуация. И нейтральную ситуацию мы пока выигрываем гораздо... Гораздо сильнее. Хотя по хп так не скажешь. Наказание. Нет, нету наказания. Он правда это стыгерит. Ставить. Дропнул камбу. Не поражался дэш. Ладно, бывает. Какая-то форт. Панч-поинт. Пошло-поехало. Вот это! ОМОС ЭЛЬТА! НЕ СЧИТАЙСЫ! Смок для вас, друзья. Смок для вас. GG Hard1, GG. Неплохо играли, неплохо поиграли. Не, в целом, в целом все под контролем. Было... Ошибочки, конечно, были. Детские. Что иногда дропали комбо. Но в целом это он читал очень хорошо, поэтому... Играли мы здесь нормально. Я вообще ожидал броски. Я хотел, чтобы он делал броски. Я поэтому в блоке и сидел. Котался их рвать. Он бы бросил меня назад из угла. И я бы как раз увеличил дистанцию перед ним. Но он решил играть по-другому. И это, кстати, один бой дало плоды. Но не больше. Харвон, спасибо за игры. Неделя началась. И первый матч мы уже сыграли с Харвоном. В целом сумели победить 4-1. Конечно, не без проблем. Но в целом все было под контролем. И уже совсем скоро будет предпоследняя стадия. Потом в четверг у нас финал. И уже будут гран-финалы в виде плей-офф. Поэтому подписывайтесь на канал и ставьте лайки, чтобы не пропустить главную зарубу этого сезона по Mortal Kombat уже совсем скоро. Огромнейшее всем спасибо за просмотр, друзья. Не скучайте, не болейте. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода